Какие территории вернутся первыми в родную украинскую гавань? Донбасс, Крым? Как ты думаешь, как все будет происходить? Ты знаешь, я для себя принял решение не высказываться на тему будущего контрнаступления в подробностях, потому что это прерогатива Генерального штаба и об этом лучше говорить Верховному Главнокомандующему и Министру обороны. Но я могу только на уровне того, что я знаю и на уровне того, что я слышу, порассуждать. По логике событий и по тому, о чем говорят военные наши и наши западные партнеры, по логике событий, конечно, мы увидим стремительный движ в Запорожской и Херсонской областях с выходом на административную границу Крыма. Откуда Крым будет простреливаться артиллерией, будет как на ладони и дальше по логике событий будет взорван Крымский мост, его уже ничто не спасет, я в этом уверен абсолютно. Крымский мост Туту и там даже нет никаких других вариантов у Крымского моста. Как сказал бы Виталий Владимирович Кличко, этот мост сильно устал. Вот это всем понятно. Он готовится к земле. Он, да, молодец, да, молодец. Видишь, длительная жизнь со мной, видишь, тебе дает какие возможности дополнительные открывает. Ну, жизнь с тобой, но цитата-то Кличко. Да, но так связать две цитаты, я бы до такого не додумался. То есть, давай еще раз подытожим. Крымский мост устал и он готовится к земле. Замечательно. У этой фразы три автора. Виталий Кличко, я и ты. Не могу не согласиться. Не-не, это я же еще не договорил. Ага. Да. Дальше, мне кажется, по логике событий, значит, будет подорван Крымский мост. Подорванные оккупанты будут бежать из подорванного Крыма. Как подорванные. Как подорванные, да. А, значит, поскольку паромов на всех не хватит, паромами будут вывозить семьи оккупантов, высокопоставленных, не всех, не всех. На всех паромов просто физически не хватит. Кроме того, это все будет обстреливаться, паромная переправа, поэтому я не знаю, куда они денутся. Я не случайно говорю уже, смотри, вот интересно, я говорю много месяцев, чухайте из Крыма быстрее. Все, кто туда попали незаконным путем, русские эти животные, которые, минуя украинскую границу, украинскую таможню, заселились в течение, сколько уже, девяти лет в украинский Крым, давайте чухайте оттуда, потому что вы не успеете убежать. Могут быть казусы с вами, неприятные для вас. Поэтому я бы на вашем месте быстро бежал, но они меня слышат. Кстати, наш ГУР уже заявил официально, то, что я говорю в программах, уже наш ГУР заявил, что чухайте. Значит, они слышат меня и слышат наш ГУР, потому что уже несколько дней пробки на Крымском мосту в сторону России. То есть они же тоже не идиоты, они понимают, к чему все идет. Поэтому, на мой взгляд, схема проста. Да, подорвут Крымский мост к ням собачьим. И дальше они будут убегать в обход Крыма. И дальше Украина войдет в Крым без сопротивления со стороны российских войск, потому что к тому времени они разбегутся. Мне кажется, что Крым нам отойдет без боя вообще. Вот у меня есть такое прочное ощущение. Ну а дальше дело техники будет закончить на Донбассе. Я думаю, что окружат Донецк, окружат Луганск, в крупные города входить не будут, выйдут на административную границу. А дальше, кто не понял, извините. Ну вот, собственно говоря, то ли тебя цитируют, то ли просто такая же позиция. Алексей Резников дал интервью The Atlantic, и он сказал о том, что Украина возьмет Крым без боя. Это очевидно, Олесь. Это очевидно. К тому все идет. Потому что, смотри, Крым это вообще наи неудобнейшая позиция для обороны, для русских в данном случае. Хрущев же был не идиот, когда он присоединил Крым к Украине. Это же произошло не потому, что он был такой украинский националист или любитель Украины. Да вообще, они были любители Маркса, Энгельса и Ленина. Хрущев исходил из того, что это была единая энергетическая система. Снабжение Крыма все шло с Украины. Потому что, ну, не было ни моста, ничего. И он поступил чисто, исходя из того, что вот мне Сергей Никитич Хрущев рассказывал. Они с отцом приехали в Крым. Ты помнишь это? Он нам рассказывал даже за столом. Помнишь, мы были в Киеве, когда он приехал к нам в японском ресторане, да, в Санторию. Он уже не работает. С нами был Владимир Павлович Горбуллин, если помнишь, мы его пригласили. И вот Сергей Никитич рассказывает. Они с отцом, с Никитой Сергеевичем Хрущевым, первым секретарем ЦК Компартии Советского Союза, приехали в Крым. Это был 54-й год. На встречу им вывалили, вывалили изможденные крестьяне, искусанные москитами с Брянской, Калужской, Тульской, Вологодской областей, которые были туда переселены. Потому что мы же понимаем, что основное население Крыма, крымских татар, Сталин с Берии выселили насильно. Крым опустел, кроме того, в Крыму многих убили во время войны, мужчин и так далее. То есть в Крыму некому было жить тогда. И переселили переселенцев, а они не понимали, что делать с землей Крыма, там засуха была. Они умоляли Хрущева, верните нас назад, мы умираем с голода, нам нечего жрать, нас кусают москиты, посмотрите на нас. И Хрущев в тот же день полетел в Киев, это мне рассказывает Сергей Никитич, рассказывал он покойный, полетел в Киев к первому секретарю ЦК Компартии Украины, товарищу Кириченко. И сказал ему, принимай Крым, завтра президент Верховного Совета СССР проштампует это решение. Тот взмолился, говорит, Никита Сергеевич, пожалуйста, не надо, мы не знаем, что нам делать с Украиной, потому что восстановление идет после войны, у нас не хватает денег. Нам еще Крым, зачем нам Крым, он нам не нужен. И Хрущев сказал, ты не валяй дурака, вот, вы связаны с Крымом единой системой, канал сделаем, все сделаем, дадим денег. Крымник забрал его с собой в Москву, Кириченко, это я тебе рассказываю исторический факт, который нам рассказывал Хрущев, Сергей Никитич. Забрал его в Москву и президент Верховного Совета СССР присоединил Крым к Украине, чтобы Украина его тянула с помощью остальных республик Союза, потому что было уже Крыму в составе РСФСР, не в МАГАТУ. Вот и вся история. Не случайно поэтому Крымский мост построил Путин, бросил все, что можно было, в сложных условиях построил этот мост с помощью западных стран, между прочим, и западных технологий. Ну, это отдельный вопрос, и много отмыли бабок на этом, и сам Путин, и Ротенберг его друг, который возглавлял строительство Крымского моста. Там же непростое течение, этот мост хотели построить уже не раз. И немцы даже, фашисты немецкие, думали над тем, чтобы построить Крымский мост, но отказались от этой идеи, потому что течение и размывало все. А русские фашисты, видишь, с помощью западных технологий это осуществили. Ну, ненадолго, конечно. Значит, дальше. Без Крымского моста, без снабжения со стороны материковой России Крыма, всем, от продуктов до снарядов, оборона Крыма и вообще существование Крыма невозможна. Просто невозможно. Поэтому дело техники отрезать Крым от России, и это, конечно, будет сделано, и все это понимают, и в России понимают, и я не удивлюсь, если Россия пойдет на очередной жест доброй воли и покинет Крым. Я не удивлюсь. Они причем придумают, что сказать своим болванам, я имею в виду российское население, как Соловьев, Соскобеев и Симоньян преподнесут это. Они как-то найдут возможность это преподнести, они что-то скажут, и все будут российские болваны довольны, и так далее. Кстати, сегодня я в Инстаграме у себя запостил парня на набережной Ялты, который сказал, что мы ждем Украину. Только что вот сообщение я увидел, парня нашли этого, он уже извиняется, значит, простите россияне, простите Путин, простите все, и так далее. Ну, мы понимаем, грош цена, конечно, этим извинениям его заставили, но настроение его и многих других парней, девчат в Крыму, мы понимаем, нас там ждут, и мы там будем. И я не случайно говорю, что в этом году я проведу в Ялте свой творческий вечер, и жить мы с тобой будем, как всегда, в гостинице «Арианда», и там... А портрет твой вернут туда? Там в лобби будет висеть мой портрет, который сняли несколько лет назад, почетного гостя гостиницы «Арианда», он вернется на свое место, я не сомневаюсь, что он у кого-то хранится. Поэтому мы это все увидим и покажем нашим зрителям, которых сейчас, между прочим, уже нас смотрит 6 628 человек, и мы вам за это признательны и благодарны, потому что погода классная, я бы на вашем месте вообще шел бы гулять, что вы на меня смотрите. Ну, здрасте. Тебя, может, и не надо, а меня надо. Ребята, не... Вот я и понимаю, Олеся, что смотрят не меня, смотрят тебя, поэтому я благодарен тебе тоже за счет тебя и меня немножко смотрят. Ну, не только, Дима, вот нас смотрят, и ты говоришь, ждут в Крыму, ты чувствуешь. Нам, наши зрители, в комментариях, очень много из Крыма вот сейчас пишут, что они ждут Украину. Крым – это Украина, и ждут Украину, и быстрее... А я не случайно у себя и в Ютубе, и в Инстаграме дал видео 2006 года, песни, которую написал прекрасный украинский композитор и поэт, и исполнитель замечательный Андрей Миколайчук, лысый босый, який спевав, коли спиду, втоплюся у речи всех глубокий. Наш большой друг, замечательный автор, замечательный, безумно талантливый человек. Вот я дал эту песню, она называется «Поезд на Севастополь». Простите меня, Владимир Бебешко, он мне всегда запрещает петь без фонограммы, но там такие слова «В Крыму залишилось сердце, в Крыму залишився споки, и очи твои озерця, и поезд на Севастополь». Вот этот поезд, я уже говорю, он идет, он набирает ход, чух-чух, чух-чух, слышишь по рельсам? Это поезд Киев-Севастополь, скоро он дойдет до конечной станции. Кстати, Севастополь не будет называться Севастополь, это Севастополь, это русская жопа, пусть так называется, он будет называться так, как назывался до оккупации на крымско-татарском языке. Вот будет другое название у города Севастополь. Не будет там этого чертового русского черноморского флота, этих банок концернных, которые вообще нафиг там сдались. Будут там красивые пляжи, бухты, будут там жить украинцы, хорошо будут жить, между прочим. Поэтому впереди прекрасная Балаклея, я считаю, все будет отлично. Да, заслушалась я. А этот поезд, о котором ты говоришь, на него уже можно бронировать билеты, чтобы провести курортный сезон в Крыму, в любимом Крыму. Слушай, каждый год мы обязательно там бывали. И не по одному, а лезь сразу. И с Крымом связаны, конечно, такие воспоминания, но я думаю, что у всех украинцев еще будет много событий и впечатлений, связанных с Крымом, которые когда-то, в будущем, тоже станут воспоминаниями, но уже свободный украинский Крым. Какая-то чушка из России. Крым, Россия навсегда. Хочется ей сказать в рифму. Написала нам... Именно так. Но вот по поводу жеста доброй воли, ты знаешь, это, видимо, витает в воздухе, потому что сегодня представитель главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк тоже сказал, что Россию надо отрезать от Крыма, чтобы та в конце концов осуществила жест доброй воли в отношении полуострова. И также вот Алексей Резников в другом интервью «Интерфакс Украина» уже сказал, что из-за поражений на поле боя Россия может озвучить очередной жест доброй воли под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны, то есть России. По словам министра, в Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, каким образом можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии. Он, цитата, «Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине, то есть им придется озвучить жест доброй воли под видом некого катаклизма на территории России», сказал Резников. Катаклизма. Да, значит, будет большая клизма России, конечно, прямо в жопу им клизма всем, большая такая клизма, ух, я не знаю, я не представляю, как они будут объяснять своим людям, обдолбанным их же пропагандой, то, что они все просрали, то, что они страну свою просрали. Я не представляю, как они это объяснят, но я знаю, что российская пропаганда творит чудеса, и они найдут форму, они воспитали такое поколение и не одно рабов, что рабы примут любое. Поэтому дело техники, я думаю, что они активно сейчас, конечно, прописывают варианты, методички, темники, конечно, да, конечно, да. Они еще врут, слушай, фантастически. Я сейчас расстроился, я читал новости свежие перед нашей беседой, написал Соловьев у себя, паскуда эта тупая, написал, что погиб танцюра, генерал танцюра на дороге из Бахмута. Ну, наши пишут, что очередное вранье русских жив-здоров, да. Нет, нет, это не Соловьев, это первый заявок. Пригожин. Пригожин, но Соловьев это транслировал. Да, он распространил этот фейк, что, мол, там где-то на машине подорвали они, это все неправда. Уже наши выступили с официальным опровержением, причем моментально, что все, слава Богу, танцюра жив-здоров, остальные тоже. Я просто расстроился так, ты знаешь, а потом смотрю, наши опровержения дали, выпил на радостях, Олеся, потому что в эфир надо выходить немножко радостным, понимаешь, при потентом настроении. Дима, главное пить на радостях, а не на грустях, поэтому нормально. Вот когда на радостях, все хорошо. На грустях мы не пьем, ты же знаешь. Знаешь что, сейчас нас смотрит 8138 зрителей, спасибо, друзья. Все, кто смотрит, пожалуйста, лайкайте это видео, поставьте лайк. А еще, я думаю... Кто поставит лайк, встанете лайками. А еще самое время, я думаю, напомнить нашим зрителям о том, что у нас продолжается сбор, Дима. Да. Хочу обратиться к каждому, дорогие друзья, к каждому из вас, кто нас сейчас смотрит. Я не устану повторять предысторию. Мы обратились с Олесей в свое время к руководству наших вооруженных сил, к высшему руководству. С вопросом, чем мы можем помочь, кроме информационной войны, которую мы ведем с врагом, чем мы можем помочь еще вооруженным силам Украины, ЗСУ. И нам ответили дронами. Нам очень нужны дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo. Значит, мы тогда решили помогать дронами. Вот на сегодняшний день куплено уже 24 дрона, 24, 18 уже переданы в войска. У нас есть куратор, который лично распределяет, в какие бригады мы передаем. Мы передаем в бригады. Я в Инстаграме публикую потом документы, официальные акты приема и передачи, благодарности. Вот бригад. То есть это не просто там... Они все есть в одном месте, кстати, извини, Дима. Они все есть в одном месте на сайте магазина Гордоншоп. Там вообще есть в разделе дрона. Вот все-все там. Да, все вы можете посмотреть. Благодарность. Там в одном месте все. Зайдите на сайт Гордоншоп. Вы все увидите там. Значит, я не люблю фонды, я не люблю какие-то волонтерские организации. Там черт ногу сломит. Я не очень-то верю в большинство из них. Тем более, что СБУ периодически ловит... Не все. Не все. Я тебе просто еще... В большинство из них, я сказал, не очень-то верю. Потому что СБУ ловит периодически тех, кто разворовывает гуманитарную волонтерскую помощь. Поэтому, что мы сделали? Вот счет. Вот это монобанк. Это банка так называемая. Здесь все прозрачно. Видно. Здесь налогов мы не платим. Ничего. Видно, кто... Ну, налогов не платим, ты объясняю. Так как это идет на благотворительность для украинской армии. Официально, прозрачно. Мы в списке волонтеров, ты занесен, которые непосредственно передают. Со всеми актами, еще раз говорю, на предыдущую передачу и так далее. То есть максимально прозрачно, без посредников. Без каких-то извилин, когда где-то у кого-то может потеряться. Мы сами покупаем эти дроны в магазинах. Сами. И сами их передаем. Прямо командирам бригад. Значит, что важно. Видны все перемещения средств на счету. Все прозрачно, чисто и честно. И это подтверждается моим именем. Я гарантирую, что это честно. Вот, что я бы хотел от вас. Пожалуйста, наведите камеру своего мобильного телефона на вот этот вот прямоугольничек. И задонатьте кто сколько может на дроны. Нам они очень сейчас нужны, просто необходимы. Конечно, у меня программа 100 дронов для ЗСУ. Но я надеюсь, что мы эту программу выполним. Мы эти дроны закупим. Деньги на дроны вы можете перечислять в любой валюте. Кроме евро. Но в евро тоже можно. Просто вы посмотрите в описании. Там написано, как перечислять в евро. Там есть и ссылка, и есть для евро отдельно, там свифт-перевод нужно делать. Да. Ну, я подытожу, что мы покупаем дроны за деньги. Свои личные. За деньги от продаж в магазине Гордон Шоп. Интернет-магазин Гордон Шоп, где продаются товары, связанные со мной. От книг до футболок. И конфеты, и яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде легендарной. И зефир. Ну, все там. Все там. И на деньги, которые жертвуют на таких стримах, как у нас сейчас с Олесей Леонидовной, наши прекрасные зрители. Ну, вроде я все сказал, Олесь. Ну, ты знаешь, я тогда еще про одну инициативу расскажу. Вот у генштаба украинского с Минобороны есть инициатива, которая называется «Хочу жить». Она направлена на то, чтобы русские оккупанты сдавались в украинский плен. То есть те русские оккупанты, которые... Помнишь, как в кино говорили? Рус, сдавайся. Вот это актуально. Те русские оккупанты, которые хотят выжить, которые не хотят получить инвалидность, которые, может, даже есть те, кто не хочет убивать невинных украинцев. Вот все, у кого, ну, по сути, кто думает о собственной судьбе, вот я сейчас говорю это для россиян, да, которые нас видят, есть прекрасная возможность не идти на поле боя в украинскую землю, не идти, не убивать украинцев, не умирать самому, не оставаться инвалидом, не становиться убийцей. А есть возможность сдаться в украинский плен, где, и это подтверждено уже сотнями, тысячами свидетельств, украинские военные хорошо обращаются с теми, кто сдался в плен с россиянами. Несмотря на все зверства, которые россияне творили и продолжают творить с украинскими и военными, и даже с мирным населением, и даже с украинскими детками. Несмотря на это, украинские военные, украинская армия остается с человеческим лицом, они остаются людьми. Они обращаются с русскими военнопленными по всем правилам ведения войны, и это соответствует всем международным конвенциям. То есть я о чем хочу сказать, что да, есть такая инициатива. Для большинства из русских оккупантов это единственный шанс выжить и остаться, сохранить здоровье. И вот Генштаб сейчас провел там очередную, ну там подбил итоги того, что у них есть. Кстати, все больше русских начинают сдаваться, вы знаешь, с каждым месяцем количество оставшихся в плен растет. И они подбили итоги, так вот за последний месяц они статистику предоставляли. Наш ресурс в лидерах среди тех, вот от кого русские там, они или русские услышали об этой инициативе и воспользовались ею, сдались в плен. И еще раз повторяю, сохранили себе жизнь, сохранили свое здоровье и не стали убийцами.